Дом номер 5 по улице Российская в Иркутске в капитальном ремонте нуждался уже давно. Решили начать с кровли. За два месяца сменили стропильную систему, уложили покрытие и установили обрешетки для снегодержания. Специалисты начали работу еще в январе. Когда мы зимой вскрываем вот такие скатные крыши, меньше возможности затопления квартир. Если это происходит в летний период, еще вдруг, не дай бог, приходит какой-то сильный ливень, что у нас сейчас очень часто бывает, то тогда неизбежны протечки внутрь квартир, чего мы бы не хотели допускать. Поэтому в этом году были предприняты все возможные меры, чтобы большая часть крыш была проведена зимой. Грандиозные планы и низкое фактическое исполнение. Так губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил работу фонда капитального ремонта за 2018-2019 года. Действительно, показатели были ниже среднего. Пришлось взять ситуацию на контроль и наверстать упущенное. Так, за 2020 год был выполнен капитальный ремонт 1410 домов. В эту цифру вошли недоработанные здания прошлых лет и новые. Хорошие результаты и прогресс за один год. В 2020 году мы взяли на себя обязательство капитально отремонтировать 1410 домов, в том числе переходящих с прошлых лет. Скажу честно, это была очень сложная задача. И тем не менее, даже с учетом значительно возросших объемов, нам удалось существенно повысить исполнение плана с 36% до 87%. В этом году мы планируем капитально отремонтировать 1254 многоквартирных дома. До 1 июня планируют завершить все недоработки прошлых лет. Помимо кровель, меняют и лифты. Но это не весь перечень работ, в которых нуждаются изношенные дома. Всего же в этом году в планах на капремонт 1254 здания по всей Иркутской области. Сегодня уже отремонтировали 72. Отметим, что это пока треть от общего объема. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин, АСТВ.